Телег Имя аккаунта, пароль Чур не подглядывать И мы сейчас окунемся в супер фэнтезийный мир А лодов Только сначала надо выбрать серо Я честно говоря уже давно не играл в MMORPG И что-то загрузка тут какая-то долгая Уже довольно давно жду А, стоп, что-то загорается А, так уже можно выбирать персонажей Ну, видимо, это как и в World of Warcraft Есть альянсы Орда Орда, конечно, круче выглядит Но посмотрите, у этого чувака, который стоит Посередине у него нимб какой-то Видимо, он святой Поэтому у меня по большому счету нет выбора Естественно, я хочу играть за чувака, у которого есть нимб И конструктор персонажей К сожалению, он тут мега убогий Никого интересного собрать нельзя Есть карлик с молотком Это я вообще не знаю, что такое Играть за трех каких-то хомяков Это не очень хорошо С хомяками надо заниматься любовью Заведите их, попробуйте Я рекомендую очень сильно Дед с молотком меня тоже не впечатляет Возьмем тогда женщину По идее, это гном или что-то типа того, не знаю Но я бы хотел создать карлицу-алкоголицу Как в Dragon's Age Но смотрите, тут уродину никак не соберешь К сожалению И, к сожалению, индивидуальность персонажа Поэтому умирает просто в самом начале Единственное, что можно сделать Это сделать ее дылдой, например Карлица дылда Если так можно это назвать И так как я выбрал самый темный оттенок кожи Я хочу назвать ее в честь страны Нигерии Которой, собственно говоря И будет принадлежать мой персонаж Когда я буду роли плейть по-страшному Но, к сожалению, английские имена Тут не приветствуются Представляю, сколько вованов бегает на сервере Напишем по-русски Это не страшно, друзья мои И после загрузки мы окунемся В этот фэнтезийный мир Однако, фиг вам После загрузки вы не попадаете в мир ММОшный, где вы общаетесь с другими персонажами Вы попадаете в оффлайновый туториал Который длится примерно 20 минут Зачем это сделано? Я, честно говоря, не мог понять Я, конечно, представляю Какое количество нубов Вливается каждый день в ряды задротов Которые играют в многопользовательские RPG Но это же World of Warcraft Я серьезно говорю Я, конечно, не изучал эту игру Я просто сейчас загрузил ее минуты 15 Чтобы показать О, смотрите, какая черная хрень Которая была 2D даже хренью Как оказалось Когда я к ней подбежал И пытался залезть к ней между ног И чувака, который выступал Убили Ну что ж, надо бежать тогда быстро и резко И пытаться собрать лут с него Я знаю, что в MMORPG Самое главное это вовремя крысить Вот я пытаюсь подбежать Но, видимо, карлики и прочие феи Которые стоят вокруг Они уже успели все с него снять Что надо делать в дальнейшем На протяжении этого оффлайнного обучения Как и во всех глупых ММО Гринданах Выполнять квесты Типа Убей 5 крыс Причем я уже понял Что мне это придется делать И пришел сюда И хочу мочить крыс Но нет Сначала надо подойти К этому чуваку Который даст задание И только потом вы начнете Наконец-то вам дадут возможность Убивать этих дурацких крыс При этом весь народец Который бегал с вами Тоже убивает этих крыс На самом деле Тут можно потренироваться Наверное Уводить квестовых мобов Нанося последний удар Да? Если тут система Как в какой-нибудь линейке Но это я шучу, конечно Смысл этого обучения В том, чтобы Собрать нубский шмот Выполняя идиотские квесты Научиться управлению И задолбаться Пропитавшись ненавистью К этой игре заранее Я не люблю MMORPG Все это знают Я считаю, что это пустая трата времени Считаю, что Надо ограничивать ММО По возрасту Чтобы ни один человек Не достигший 18 лет Не подсаживался Потому что в противном случае Он рискует Не получить образование Допустим И я сам когда-то Всем этим рисковал Но если бы мне тогда Попались Алоды онлайн А не линейка На которую я убил Кучу времени Я бы был благодарен Господу Потому что я не перевариваю Ни World of Warcraft Ни Алоды Естественно Потому что это то же самое Графика Ну, сами видите Какая Я не понимаю Как можно это воспринять Серьезно Это некрасиво Это неэтично Весь игровой процесс Заморочен на том Что вам дают задания Бесконечные И вы их выполняете Да, это лучше Чем убивать миллион мобов Но Ни одного задания Оригинального Во всяком случае Я не увидел За первые 5 минут игры И вы простите Что меня Не хватает На большее Я конечно понимаю Что в дальнейшем Там будет Вакханалия Рейды И так далее Но Зачем Какая Конечная цель Всего этого Пройти эту игру Нельзя Стать самым Крутым И В компьютерной игре Но это Никому ничего не докажет Поэтому для меня Все это сомнительно Я предпочту Зайти в качалку И сказать Вы все здесь Представители Нетрадиционной Сексуальной ориентации Потому что Вы любите Мужское тело Усовершенствовать И вот тогда Когда я Всех в этой качалке Изобью Тогда я пойму Что в жизни Я добился многого А когда я Вкачаю Восьмидесятого Левела Эльфа И Выйду на улицу И меня Ветром сдует В ближайший биотуалет Где я утону И захлебнусь Навсегда Для меня Это ничего не докажет Я ничего не добьюсь На самом деле Все мои достижения Будут важны Среди таких же задротов Мне часто пишут В личку Уважаемый Илья У нас был друг Который был раньше Душой компании Мы любили сидеть Распивая алкогольные Напитки А потом Когда видели Там допустим Людей Более младшего возраста Которые проходили Мимо нашей лавочки Мы отбирали у них Мобилки Короче говоря Жили полной жизнью А теперь Он скачал себе Лоды онлайн Линейку World of Warcraft И больше Не выходит с нами Гулять Не дружит с нами Помоги нам Миша 13 лет Я Пытаюсь помочь Как могу Я связываюсь с этими Людьми Пытаюсь Лечить их Какими-то Доводами И наконец У меня стало Получаться Вот честно Первый Излеченный мною ММОшник Это Паренек из-за Азербайджана Его друг очень волновался Говорил что Тот совсем пропал Я пытался найти Какий-то интерес Он сказал что Любит танцевать Причем ему нравятся Балетные танцы Я Объяснил ему Что если он будет Прокачивать дальше Своего персонажа Это все уйдет В пустую Вот если он Запишется в школу Бальных танцев И начнет Танцевать балет То вполне возможно Через несколько лет Мы увидим его На сцене Большого театра Уже в Москве А не на Стройке Реставрации Того же самого Большого театра В Москве Снаружи И он сказал Да я понимаю тебя Я хочу Я действительно Сделаю это Записался В эту секцию Бальных танцев Не знаю в кружок Как это называется Я ему помог Я его излечил От зависимости Не важно Что его отец Потом узнал И сказал Что это позор Для всего его рода Что его сын Занимается бабским занятием И убил его Это не важно Зато я Излечил его От ММО Зависимости А мы тем временем Вышли на улицу И ничего не изменилось Я прошу у людей Дать мне хомку На плюс 7 Ничего не происходит Никто даже не отвечает Пытаюсь объяснить им Что их игра плоха Но нет А что тут можно делать По большому счету Убивать крабов Вы знаете Такая возможность Существует даже В реальной жизни Я думаю Что убив Много-много крабов Я соберу с них Какое-нибудь Крабовое щупальце Которое Потом отнесу Чуваку Который сказал Убивай крабов И получу Какую-нибудь Ненужную шмотку Я не понимаю Почему люди Впадают в такую Зависимость от этого Я еще могу понять Когда линейдж Да Эльфийки С огромными сиськами Которые бегают Приняв такую позу Очень особенную Ну кто не играл В линейку Наверное никогда не поймет О чем я сейчас говорю Да Но я думаю Что большинство из тех Кто смотрит передачу Должны знать Что такое линейдж Потому что все мы геймеры И смотрите Я нашел какой-то край Я думаю Что я в него спрыгну Написав сначала Яху Блестящее Вот так и должна Заканчиваться Любая ММОшная карьера Находите Как себя убить И убивайте Но почему-то я возродился В каком-то непонятном месте Где видимо Отмокают все умершие Или что-то типа того Хотя нет Тут тоже все забито ботами Тут вообще реальные люди Это играют Довольно интересно Узнать И он мне предлагает возродиться Но нет Знаете Я не хочу Я буду жить вот с этим мужиком С вами был Илья Мэдисон Спасибо за внимание Играйте в хорошие Офлайновые игры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok